Вот идет провокатор Трофимов со своей камерой. Трофимов, ты же частное лицо, а я не хочу, чтобы ты меня снимал, потому что я сегодня не очень... А не вступайте в эти... Зачем тебе же эти... Да, мордасовские призывы, выйти, да, они попахивают экстремизмом, в общем-то, да, учитывая комментарии, которые в этих пабликах... Да, да, выйти на улицу, перекрыть, все вместе... Что такое вот этот безграмотный человек пишет кляузу о незаконной деятельности, карьерах? Что такое незаконная деятельность? Это клевета, и за нее придется отвечать еще, конечно же. Кому? Вам? Нет, в шуте. Кто пишет про незаконную деятельность при наличии всех разрешительных документов? Вот вам не стыдно было нападать на пожилого человека, отрывать его, портить личное имущество, а потом ябедничать, каратист, блин? А воспитанник детей потом в полицию жаловаться, говорить, что... Я не знаю. Вот что ваше указание, я после вас был в кабинете Владимир Владимирович Рудитёв сказал, отнять вот таких преступников от детей. Почему вы в Зубцово не едете? Почему вы в Зубцово не едете? Зубцово закрыли, потому что я сделал репортаж. Только благодаря тому, что я сделал репортаж, снял с коптера все это говно, привез, что прокуратура завели дело, 200 миллионов штраф наложили, они мне сошли дать. Все, кошмар, сейчас перегроют Ярославку. Зачалок общественного порядка, вот у Андрея, мы с нами спалили. Все это произошло буквально на следующий день после публикации моего репортажа. Почему ему машины поджигают, почему его грозят утопить в этом говне она? У вас там ничего не треснет от такого количества денег? Это нас, рабочих, выстренька, блядь, за вешок картошки засадят, а их нихрена никого не посадят. Они боятся, что люди подойдут к Ярославскому шоссе. Пожалуйста, пойдем, пожалуйста. Дайте назад, пойдем. Ну не будем мы ничего делать, полагаю. А мы-то нам-то что делать, у нас дети растут. Крульный митинг на нас выслали, охраняют, видите ли, нас. Вот так все и получается. Блин, как они боятся людей, вот как они простых людей боятся. А правда, здесь было предложение. А давайте вот эти все урны поставим там в карьере. Давайте вот голосовать. Вообще, вы уж изумительны. Нет, я же не... Вы с документами разнакомились? Да какой? Вы знаете, то, что и законно, это не значит, что нормально. То есть сейчас такие... Если вам разрешили, если вам разрешили, вот какие-то чиновники смешивать мусор с мусором, и говоришь, что это хорошо, я просто как гражданин это не принимаю. Я вам объясняю, это госэкспертиза. Мы вас сегодня пустили с миром. Вы посмотрели все это. Вы посмотрели лично. И меня это не удовлетворило. Это полный беспредел, то, что там сейчас... Вы считаете, что это полный беспредел? Конечно. У вас мусор валяется просто на грунте. Вы вокруг этого мусора просто постелили плиты, которых раньше не было. И говорите, что это отвердый фактор. Я могу вам сейчас все показать. А на самом деле никакого... Мы сейчас с вами можем проехать по вашим свалкам. Зубцова. Они не мои. Они не мои. Я просто гражданин. То, что на территории района бардак не говорит о том, не означает, что и вам можно делать. Мы же тоже гражданин. Мы делаем все под предписанию. Как тогда контролирующие органы, Росприроднадзор, как их вот... И они осуществляют нашу проверку. Сюда приходят, и мы хотим посмотреть. Вы хотите продублировать... Мы знаем, как у нас осуществляют органы. Мы им не доверяем. Мы, как житель, не доверяем. Не этим органам контролирующим. Тогда оспаривайте. Ну, вы и боремся. Мы боремся. Пока незаконными способами. Методом кривиты, лжи и подлога. Вот именно. Это ваш метод работы. Лжи. И да, у вас все подложенные документы даже. Вы даже пруд не показали на съемке. Вы даже... Да, мне 70 лет почти. Вы такое говно здесь видели. Честно, честно, ответьте. Очень похоже. Стоп, стоп. Это, знаете, там Зубцова жидкая. А здесь вы пошли дальше. Вы решили смешать. Жидкое говно. Вот еще и все строительным мусором, который, на самом деле, не очень-то на строительный похож. Нам надо закончить институт, пойти работать в Росприроднадзор. И там читать лекции. И тогда все будет хорошо в нашей стране. Вы знаете, много умных людей, к сожалению, занимается оболваниванием населения. В том числе и работая во всяких структурах, организациях. И рассказывая сказки, что если смешать компоненты, которыми по отдельности нельзя рекультивировать вместе, то, оказывается, будет можно. Но я, даже не имея никакого высшего образования, просто понимаю своим умом, что это будет только вред. Я, Валерьяночка, говорю, успокойтесь. Вреда не будет. Это госэкспертиза, поймите. Молодой человек. Я вам еще раз говорю. Если мы уйдем, вам так же сольют, как в Зубцово. А мы это делаем на законном основании для людей. Поймите же вы это. И вы это поймете. Когда вы увидите. Вот они лежат 90 дней. Вы же бродите там, поверху. Они отлеживаются. Смешиваются с доломитной мукой. С опилками. Все это просачивается в почву. Какую почву? У вас там положено по нормативу специальная ткань. Мы сегодня ее оторвали. Это обычная полиэтилен. Вот это ихние скважины, карьерные. Видите? Самое главное, что это все находится в песках. То есть это не отработанный, будем говорить, горизонт еще. И смотрите, как литология там и стратеграфия нас мало интересует. Вот водоупор, да? И вот горизонт воды. Видите, как? Прямо под деревней Игнатьева. Это вообще убийственный факт. А вы специалист? Да, я геолог, я физик, горный инженер. Можете представиться? Берсенев Анатолий Яковлевич. Спасибо, Анатолий Яковлевич. Администрация так напряглась в какой-то момент. То есть она смотрит по активности населения, по каким-то таким взрывным моментам. Последний такой взрывной момент, это был такой смелый, неравнодушный, геройский для нашей земли. Потому что мы знаем, что порой людям и голову пробивают, и машины сжигают. Это поступок Евгения Степочкина, староста деревни, который сбаламутил общество своим поступком, схлестнувшись с одним из непонятных товарищей, Который там какие-то бандитские методы применял против него. Или хулиганские, правильно надо сказать. А вот, и насколько я знаю, что у вас задумывается, а стоит ли нам дальше закрывать на это глаза и как бы, там, я не знаю, каким-то чиновникам брать здесь, ну, кормиться, так сказать. А потом вот пошел некий такой небольшой спад. И вот у меня информация, что они уже задумывались, а может и так прокатит. Поэтому хочу призвать всех жителей к активности, боритесь так, как позволяет закон и ваша смелость. А то, что вот они такие, эти полигончики, эти вот мусорчики, они такие злые, они свою злость будут в любом случае вымещать на таких, как я или Андрей, да, на тех, кто является фронтменом протеста. Просто бояться, что, например, если вы тут постояли или поучаствовали, да, в чем-то, что именно вам, не знаю, что-то там сожгут или проломят, как бы. Ну, это, знаете, слишком быть мнительным. Вот, бьют, конечно, всегда по лидерам. И мы это осознаем, как бы, мы эту, как бы, не то, что мы такие, вот, знаете, как бы, по неопытности или по глупости какой-то своей. Мы, блин, берем на себя эти риски, потому что, ну, я не знаю, ну, а кто еще, если не мы, да, вот, был бы кто-то еще стоял бы, да, говорил, давайте все закроем, как бы, а вы присоединитесь. Я бы с удовольствием просто бы снимал бы и показывал. Но пока нет таких людей, как бы, блин, ну, вот я, как бы, призываю, да, как бы, борюсь и вот спорю. И люди, и этих вот людей это очень сильно раздражает, потому что они думают, что им все, значит, вот, имея деньги, имея какие-то связи, они думают, что у них будет все легко получаться. Моя задача, как обычного гражданина, который не имеет каких-то ни денег, ни связей, просто, как бы, не дать им вот так легко и просто насрать нам на голову, как бы, по крайней мере, сопротивляться. Я не хочу молча смотреть на то, как вот реально портит, портит вокруг меня экологию. Потому что мне уже, нам достаточно того, что у нас здесь в районе есть Радон, у нас есть Козловский полигон ядохимикатов, у нас здесь есть, построили вот Сахаровый полигон гигантский, один из крупнейших в Московской области. И это то, что официально это разрешили, да. Еще есть всякие Зубцова, которые вот неофициально, нелегально, так скажем, завалили. И вот теперь вот это добавляется штука, с которой я не хочу мириться просто. Продолжение следует...